Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. В начале этого года Самарское региональное отделение политической партии «Единая Россия» возглавил герой России Игорь Валентинович Станкевич. Мой сегодняшний гость, безусловно, очень знаковая личность для нашего региона и очень отрадно, что в Государственной Думе Российской Федерации седьмого созыва именно такие люди будут отстаивать интересы нашего Самарского региона. Игорь Валентинович Станкевич, вечер добрый! Добрый вечер! Ну что же, примите наши искренние поздравления с тем, что вы будете работать, как я уже сказала, и представлять интересы Самарского региона в Государственной Думе седьмого созыва. Уважаемые телезрители, говорим сегодня о этом человеке, о политике, о просто очень хорошем человеке, 202-11-22, телефону прямого эфира, звоните к нам в студию. Я думаю, что у вас найдется очень много вопросов моему сегодняшнему гостю, дозванивайтесь. Ну а мы начинаем. Игорь Валентинович, 5 октября прошло первое заседание Государственной Думы. Ну, во-первых, поделитесь впечатлениями от первого работы дня уже на новом уровне в парламенте государственного значения. Ну, очень необычно, конечно, войти в зал Думы нашей, увидеть все вживую. Хотя и раньше там было, но когда ты ищешь свое место, ну, другое ощущение. Это первое. Второе, конечно же, это праздничные настроения. Начинается новая сессия. 50% Думы, новые люди совершенно. Понятно, что каждый известный человек, очень мощный, энергетический человек, подпитанный очень сильно, по-другому не скажешь. И вот эта вот обстановка такого хорошего праздничного настроения, она присутствовала. Очень понравилось открытие. Когда выходят старейшины, они садятся такими словами добрыми. Знаете, вот Жозеф Аферов, он прочитал стихотворение небольшое. Там вот такой все по-человечески, абсолютно. Нет великих, нет маленьких, все одинаковые, абсолютно. И, конечно, выступление президента. Вот это ключевой момент всего этого мероприятия. Ну и в дальнейшем общение, то, как мы смотрели. Ну, зрители многое видели, кто хотел увидеть Думу. Конечно. Да, и, откровенно говоря, очень понравилось, что в Самарской области хорошее отношение. Очень серьезно говорю об этом, потому что самые лучшие места оказались у двух наших депутатов. Надежды Борисовны Колесниковой и Бог Владимир Владимирович. Они сидят сразу же за руководителями партии. Ну, а как себя-то лично сейчас ощущаете в новом статусе? Привыкли или еще нет? Мы молодые депутаты. Мы еще учимся, смотрим, как должно быть, что происходит. Учимся общаться, потому что, конечно, можно сразу же там показать какой-то сильный, какой-то могучий. Но на сегодняшний день важнейшее – это выставить отношения внутри всего большого коллектива. 450 человек. И из них, я напомню, 343 – это места партии «Единая Россия». И наиболее важным как раз является, как это все происходит, чтобы не было давления со стороны большинства на другие партии. Это самый важный вопрос сегодня. Игорь Валентинович, ну в одном из интервью вы отметили, что вам очень близкие слова президента о том, что забота о гражданах важнее партийных амбиций. Вот скажите, почему для вас это особенно важно? Когда мы шли на выборы, каждый кандидат что-то говорил людям. Партии боролись друг с другом, пытались что-то доказать. Но, наверное, эта борьба должна давным-давно закончиться. И желательно, чтобы это было еще до дня голосования. Надо понимать, что в этой борьбе главным является человек. А вот партийное, какое место у партии будет, сколько человек пройдет. Если это давлеет, то это неправильные выборы. Это борьба. Но это не может быть главенствующим. И я могу сказать, что мне очень понравилось, как Калашников, Леонид Иванович, на второй день после голосования отнесся к победителю в 159 округе, Боку Владимиру Владимировичу, Единой России. Он ему позвонил и поздравил с победой. Вот это признак того, что люди понимают цену вопроса. Нельзя быть вечно в войне, в каком-то конфликте. И вот слова президента, это было начало. Вот самое начало выступления, что политические амбиции, в общем-то, надо уже оставить. Надо работать. Дальше он сказал такие важнейшие слова о том, что он ждет от Думы и на что, в общем-то, рассчитывает наш народ. Это на стабильную работу, это на единство в интересах государства, в первую очередь, на подъем авторитета на международной арене и защиту нашего государства. Вот это вот ключевые слова. Дальше уже можно там обсуждать более важные, менее важные вопросы. Вот это вот единение самое важное. Ну, кстати сказать, Единая Россия показала пример в межпартийных отношениях. Несмотря на конституционное большинство, оставили другим партиям половину мест и в Думе, и в комитетах. Вот я протестирую, Вячеслав Викторович Володин призвал активно работать со всем спектром политических сил России. Вот хотелось бы услышать Ваш комментарий на этот счет. Ну, выступление Вячеслава Викторовича Володина и ее продолжение выступления президента, можно прямо говорить об этом. Если президент говорил о том, что в Думе находятся разные партии, их надо слышать, надо слышать все политические силы, то Вячеслав Викторович прямо призвал, давайте мы будем работать вместе. И, конечно, Единая Россия могла, пользуясь своим большинством, просто забрать все комитеты, все должности, почивать на лаврах и потом не обращать на кого внимания. Абсолютно другой подход, совершенно другой. 26 комитетов в Новой Думе, 13 в Единой России, 13 у остальных партий. Хотя, в принципе, у них мест в три раза меньше. Давайте откровенно будем говорить. Но решение было такое. Плюс внутри комитетов распределения точно так же идет. То есть вот это принцип. То есть мы равные. Вот это самое важное. И надо слышать каждого человека. Ну, выборы прошли. Давайте поговорим об итогах. Как они прошли для нашего Самарского региона? Как жители сейчас уже реагируют на итоги выборов? Ну и, наверное, какие-то главные определяющие цифры? Развучите, пожалуйста. Ну, можно сказать, что выборы прошли на очень высоком уровне в Самарской области. Более 50% пошли на избирательные участки. Да, Игорь Валентинович, я извиняюсь, просто дополнить еще. Говорили, что это выборы особенные. Так вот, в дополнение к моему вопросу, чем же они были такие необыкновенные? Ну, впервые за многие годы выбирали депутатов по двум системам. И по спискам от партий, и одномандатных кандидатов. Вот у нас пять округов было в Государственную Думу в нашей области. И развернулась достаточно серьезная борьба. Мы не видели ни одного округа, в котором бы не было этой реальной борьбы. Это очень важно. Потому что борьба партий – это борьба лидеров в основном, каких-то идей там высказанных. И партия начинает достаточно задолго раскручивать себя, а показать человека гораздо тяжелее. И я скажу, что Единая Россия опробовала в предварительное голосование, подала пример остальным партиям, что давайте за полгода покажем, кто у нас идет. Ну, давайте их увидимся. Давайте поставим критерии, как у нас было сделано. Была судимость – не идешь. Есть за границей счета – не идешь. Это же принципиальный подход. И люди поверили. Да, если партия сама такие границы ставит для своих кандидатов, это достаточно хорошо. Значит, что будет дальше? А дальше еще более жесткий подход был. И, конечно, вот это разделение на одномандатные округа и списочников, оно позволило отнестись очень интересно к самим выборам. Живые, яркие кандидаты, живое общение. И, конечно же, для Самарской области это было несколько, ну, скажем так, критично в отношении поведения отдельных кандидатов, которые забывали приличие, забывали о том, что они живут в этой области, будут продолжать здесь жить. И люди с улыбкой относились к некоторым их выходкам. Ну, я думаю, все пройдет. Ну, а и, конечно, итоги. Озвучите, пожалуйста. По итогам в Самарской области по пяти одномандатным округам победили пять кандидатов от «Единой России» в Государственную Думу. По 25 округам в Губернскую Думу 24 кандидата от «Единой России» и один независимый кандидат. Ну, на самом деле, Вячеслав Малеев является членом «Единой России». По спискам у нас прошло от «Единой России» два человека, от КПРФ один человек прошел, в Государственную Думу девять человек, и по общему списку от партии ОДПР прошел еще один. То есть фактически в Государственной Думе сегодня 10 человек представляют нашу область. Мы не забываем, что Шаманов Владимир Анатольевич возглавляет список, все-таки он наш человек, и он фактически признал, что будет работать на Самарской области, которая максимально вложилась в его поддержку. По Губернской Думе из 50 мест в Губернской Думе 41 место у «Единой России». Ну, а трогаем, кстати, осознавать, что очень много новых депутатов, новых лиц для Самарского региона. В каком комитете, Игорь Валентинович, вам предстоит трудиться, и какие задачи уже поставлены на ближайшее время? Мы провели консультацию и советовались между собой, все депутаты избранные, и приняли решение, что мы должны работать в разных комитетах, чтобы не пересекаться. Ну, во-первых, побольше занять, чтобы контролировать, что происходит вообще-то в Государственной Думе. Ну и поскольку Вадим Анатольевич Шаманов избран председателем комитета обороны, идти двум героям, двум военным в один комитет, это роскошь большая. Поэтому мы приняли решение, что полковник Станкевич должен работать в другом комитете. И консультация с Николаем Ивановичем Меркушкиным дала свой результат. Я работаю в комитете по аграрным вопросам. Да, в сельское хозяйство. Ну, я хотел бы сразу сказать, что из девяти муниципалитетов, муниципалитетов, которые были в моем строительстве, в втором округе, семь связанных с сельской территорией. Поэтому это не... Для вас это не новый вопрос совершенно. Это не произвольное решение. И более того, я считаю, что я даже обязан оказать внимание этим территориям, потому что и они показали мне свое внимание, показали другую жизнь. Конечно, город нельзя забывать, малые города нельзя забывать, но вот сам интерес проявился у меня к сельским территориям. Это факт. Я хочу пожелать только удачи в реализации новой истории. Вот как все-таки будете отстаивать интересы нашего самарского региона? На что в первую очередь сейчас стоит обратить внимание? Все-таки не будем забывать непростая экономическая ситуация в стране. Игорь Валентинович. Ну, поскольку комитет по гражданным вопросам, то в первую очередь и мое пребывание сегодня, вчера в Самарской области, внеплановая совершенно для депутата Государственной Думы, связана с работой, организацией работы. Вчера прошло длительное совещание в Губернской Думе. Мы обсуждали вопрос с представителем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, Живакиным Александром Ивановичем, как будем выстраивать работу. И сегодня более двух часов работали с министром сельского хозяйства. То есть надо же не просто понять, что делать, надо выстроить свои собственные внутри отношения и дальше понимать, какие шаги сделать, чтобы Государственной Думе депутат нужен для того, чтобы что-то принести в область. Поэтому надо знать, кому подойти, кого спросить, и что надо взять, куда положить. Ну, я имею в виду там бюджетную составляющую и так далее. Поэтому, на мой взгляд, в первую очередь сегодня главная задача не просто изучить работу внутри Думы, но и простроить всю систему отношений. Поддержать те проекты, которые были у нас в области. И, в первую очередь, в аграрном секторе, поскольку это уже, отвечаю, не за 162-й округ, это понятно, а за всю область. И министр сельского хозяйства, и губернатор Самарской области выразили надежду, что мы сумеем построить правильно вот эту систему работы. Но, в любом случае, мы не снимаем с себя и те вопросы, которые были озвучены во время выборов. Могу сказать, что сегодня уже не стыдно отчитаться перед людьми, потому что серьезнейшие проблемы в военных городках, которые находятся в малых городах, сельских поселениях. И вот сегодня Владимир Анатольевич Шаманов, как писатель комитета обороны, был в министерстве обороны, встречался с первыми лицами министерства обороны, с находящим у него в руках пакетом документов о том, что нужно решить в Самарской области. Я думаю, что такой шаг, он достаточно важный, он будет эффективный. Мы не сомневаемся в результативности этого шага. Работа проводилась и на прошлой неделе, и на позапрошлой. Несмотря на то, что мы находились в Москве, очень тесный контакт с правительством Самарской области. Юрий Евгеньевич Иванов проводил совещание как раз по проблемным территориям военным. И достаточно полную информацию нам дал. Мы знаем самые большие проблемные вопросы. Ну, скажем так, почему жители должны отвечать за то, что кто-то не отдал газовикам деньги, да? Какая-то эксплуатирующая организация. Жители же не виноваты в этом. А ситуация стала так, что на сегодняшний день правительство Самарской области вынуждено предусматривать аварийную ситуацию в одном из городков, под Чапаевском, и для того, чтобы спасать людей от холода, от замерзания, заранее готовить круглогодичный лагерь отдыха детский. Представляете, до чего дошли? Ну, это же стыдно должно быть. Это просто позор. Но мы не можем этого позволить, и поскольку взяли на себя какую-то ответственность, мы достаточно серьезно будем сконтролировать этот вопрос. и в силу знания, как это делается, добьемся решения. Официально вы будете работать в Комитете по сельскому хозяйству, а не официально. А вы знаете, в принципе, так все идет. Ведь если я работаю только в Комитете по сельскому хозяйству, то бюджет никогда не придет. Конечно. Если мы с Надеждой Борисовной Колесниковой не проговорим о том, что происходит в семье, а у нее Комитет по семье, то, наверное, мы что-то упустим и в сельском хозяйстве. А ведь есть программа развития сельских территорий. Это и образование, и социальная сфера. Это все вместе. Поэтому надо быть везде. Будете работать с командой. Надо видеть всех, да. Игорь Валентинович, вы знаете, я предлагаю прерывать наш разговор. Достаточно уже много ценной и важной информации вы дали для жителей и населения. Спасибо Самарской области вам за это. Но я хотела бы сейчас показать кусочек фильма о вас. О Игоре Валентиновиче Станкевича, героя России. Внимание на экран. Игорь Станкевич называет себя сыном, внуком и правнуком русских офицеров. С такой родословной сложно было бы выбрать другой путь. Впрочем, и его отец никогда не настаивал на военной профессии Игоря. Как и сам Станкевич, позволил собственным сыновьям пойти по гражданскому пути. Артур – программист. Игорь учится на теплоэнергетика. Но оба получили офицерскую специальность на военной кафедре. В свое время младший даже задумывался о военной карьере. Принимать самостоятельные решения Игорю Валентиновичу приходилось не раз. Да подчас такие, от которых в буквальном смысле зависела судьба и жизнь многих людей. Именно так случилось в Чечне в декабре 1994 года, когда ранила командира полка. И командование в сложнейших условиях взял на себя подполковник Станкевич. Это была уже вторая война в его жизни. Началось с Афганистана, куда он попал в 27 лет командиром отряда пропаганды и агитации. Об Афгане Игорь Валентинович рассказывает с неожиданной теплотой. Его всегда, прежде всего, занимали люди. И личный состав, за который он отвечал, и те, на чью землю они пришли, выполняя приказ. Станкевичу было важно с людьми обходиться по-людски. На второй год он свободно говорил на местном наречии и находил контакт с населением. В то время у офицера Станкевича уже была своя семья – молодая жена и маленький сын. Но больше всего в память врезалось, как эти два афганских года пережила мама. Лариса Станкевич, военный медик и жена военного, мужа ждала всю жизнь. Сначала с афганской, а затем с чеченской войны. И никогда не позволяла себе отчаиваться. В дни военной кампании на Северном Кавказе Лариса Алексеевна с ролью пенелопы мириться не захотела и поехала к мужу в горячую точку. Для их маленького сына Артура этот момент тоже стал испытанием на прочность. А было нечеловечески сложно. То, что в итоге принесло ему звание Героя России, Станкевичу сегодня вспоминает с тяжелым сердцем. Когда в Рощинске пришел приказ отправляться к месту боевых действий, их 81-й полк находился в стадии комплектования людьми и техникой. Экстремальная ситуация для военного человека – суровая реальность. Когда ранили командира полка, его помощник по воспитательной работе принял на себя всю тяжесть ответственности. Каждый год в декабре, в День памяти героев, Игорь Валентинович вместе с товарищами приносит цветы к вечному огню. Для него это не просто символический акт, а часть личной биографии. Час «Х» для Станкевича наступил в Грозном, когда он услышал слова начальника штаба дивизии «принимай решение сам» по обстановке. Подразделения полка под его командованием вели боевые действия в полной изоляции на пятачке в центре Грозного, а потом совершили прорыв из окружения. Как ни странно, в снах события тех дней возвращаются редко. Сегодняшняя жизнь Героя России Станкевича – это семья и общественная организация Героя Отечества, которая тоже его семья. На этих стендах Герой России – царской, советской и современной. Станкевичу крайне важно, чтобы об этих людях не забывали. Только за последние годы при его содействии открылись пять школьных музеев, посвященных отечественным героям. Его собственные сыновья когда-то в детстве тоже писали сочинения про своего отца. Быть сыновьями человека, который носит звезду Героя и которому при жизни установлен памятник на Аллее Славы в Новосибирском военном училище, наверное, не так просто. Главну сказала мать, бойцов не редеет строй, должен и сын Героем стать, есть ли отец Герой, есть ли отец Герой. Ну что же, а мы продолжаем разговор и сегодня гость в студии депутат Государственный Дом Российской Федерации 7-го созыва Игорь Валентинович Станкевич. Игорь Валентинович, продолжим разговор. Я знаю, что ведете очень большую общественную работу, направленную на патриотическое воспитание молодежи. Вот вы будете продолжать эту работу? Обязательно. Сделано очень много и фактически у нас организация Герой Отечества, она занимается непосредственно тем, чтобы довести до людей историю нашего государства через подвиги и высшие награды государства. Не случайно показана у вас в сюжете выставка наша о том, что были награды при царе, были в советское время. Сейчас это объединяющее. Люди всегда служили государству. И государство всегда их отмечало. И поэтому делить на хороших, плохих, добрых, вот нельзя, это неправильно совершенно. Это неверный шаг. И мы с удовольствием отмечаем, что благодаря этой работе открыты новые музеи, созданы целые плеяды людей, которые занимаются этим, изучают. И сегодня с гордостью отмечаем, что сотни героев Самарской области найдены, и мы о них говорим. Ну, и не нужно забывать, что вот, допустим, сейчас мы видим в кадре, да, смотрели фотографии с открытия физкультурно-оздоровительного комплекса, ездите, общаетесь с людьми. Это очень важно, конечно, слышать и слушать каждого. Ну вот, продолжая патриотическую тему, я считаю, должен напомнить, что с 2011 года по, кстати, инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» в Самаре стала доброй традицией проведения парада памяти. Вы выступали, выступаете, я надеюсь, будете выступать с бессиментным командующим. И мы, самарцы, будем ли вместе с вами продолжать участвовать в этих парадах? Ну, в этом году 75 лет параду. Конечно же, это будет самый знаковый, самый большой, самый красивый парад. Как мне кажется, потому что мы в 2011 году, открывая эту программу, это действительно все родилось в стенах «Единой России». И те люди, которые начинали, они сегодня продолжают работать, заниматься. Мы поставили себе цель подойти к 75-летию парада. Тогда было 70 лет, 75-летию. И в этом году мы объединяем все лучшее, что было за 5 лет. Все самое лучшее. Это будет грандиозный парад. Мы думаем, что для самарцев это будет ярчайшее впечатление. Игорь Валентинович, ну, а не могу не спросить также о работе Организации Герои Отечества. Ведь не секрет, что она одна из лучших в России. Вот ваша активная жизненная позиция послужила основой создания музеев, как мы увидели в сюжете, присвоение школам и улицам городов званий имени героев. Вот какая еще будет работа вестись в связи с этим немаловажным направлением? В этом году у нас запланирован выпуск, в первую очередь, аудиокниги о героях. Специально для слабовидящих людей. Ну и вообще-то для того, чтобы молодежь могла где-то школьники поставить каких-то, и слушать эту информацию, рассказ о героях. Второе. На сегодняшний день имеется 16 фильмов о героях, которые переданы нашей организации в пользование. И мы хотим сделать видеотеку. То есть рассказ о героях, уже существующие фильмы. Это же нормально, это хорошо. Более того, завершается очень большая работа по поиску героев Самарской области. У нас на сегодняшний день практически по каждому герою имеется информация. Мы ее насыщаем теперь рассказами. То есть есть школьники пишут сочинения, есть какие-то газеты, что-то писали, да? Есть фильмы сняты. Вот это мы собираем вместе и хотим сделать энциклопедию подвига Самарской области. Игорь Валентинович, но ведь не секрет, что у вас сейчас новые задачи. Будет очень много интересных новых проектов в новом статусе. Ну, а ведь тем не менее, что написано у вас в планинге на ближайшее время? Вот чем конкретно вы будете работать вот сейчас, в ближайшее время? И не оставите ли вы Самарский регион, я имею в виду, вот по тем направлениям важным, которые вы вели все это время? Ну, оставить я не оставлю, но в любом случае есть требования, которые необходимо выполнить. Конечно. Секретарь регионального отделения партии, который избран в Государственную Думу, должен сложить себе полномочия. Это решение партии. Здесь мы не можем ничего обсуждать. Есть время переходного периода, потому что это не спонтанно должно происходить. Должны быть опять консультации проведены. Партия должна определиться с кандидатами. Выбор, согласование. Это самый главный вопрос, который ожидает, наверное, меня и партийную организацию. Здесь нечего скрывать. Далее. Безусловно, необходимо перестроить работу общественной организации. Но здесь проблем никаких нет, потому что наш главный герой сегодняшней Самарской области, самый известный, это генерал армии Баранов, герой Российской Федерации. Он возглавляет организацию генералы Самарской области. У нас обе организации работают очень тесно. И вот сегодня они и парадом занимаются, и командующего готовят, кстати, парадом. Потому что не всегда депутат Государственной Думы волен приехать и что-то сделать. И сложившиеся все отношения позволяют говорить о том, что намеченные планы будут выполнены. Более того, ряд проектов, которые вела организация Героя Отечества, сегодня являются проектами партии «Единая Россия». Игорь Валентинович, вот о встрече с избирателями. Какие наказы вы уже получили? Вот я знаю, что вы очень активно встречались с ветеранами. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, это, наверное, самые первые встречи были. Потому что для меня было важно получить, как сказать, даже не поддержку, поддержку, вот, наверное, подпитку от тех людей, с которыми я работаю много лет. И фактически на всех встречах все они говорили о самом важном. О том, что нужен свой представитель, который будет отставить интересы ветеранов в Государственной Думе. Это, скажем так, тоже важный момент. Можно находиться в любом комитете, заниматься, чем написано в комитете, но оставаться тем, кем ты являешься. И я могу сказать, что сегодня в Государственной Думе около 20 героев Советского Союза Российской Федерации, которые ведут свою работу, вели и продолжают вести работу по патриотическому воспитанию и защите ветеранов и пенсионеров. Это очень важно. Сегодня, говоря о подготовке законов, связанных с социальным обеспечением ветеранского движения, мы в первую очередь ориентируемся на те наказы, которые они нам дали. Но кроме ветеранов есть и другая категория. Это наша система образования, которую мы знаем, потому что с ней мы работаем очень много. И вот сюжет, который показывают военно-патриотические клубы, это очень здорово, когда молодежь находит себе вожака старшего, который ведет их, показывает, что такое форма, одежда. Но они становятся немножко другие. Игорь Валентинович, наше время просто безумно быстро пролетает. У нас осталось буквально две минуты. Тем не менее, расстановка сил по комитетам от Самарской области. Коротенько озвучите, пожалуйста. Десять наших депутатов вошли в девять комитетов. Наиболее важным является для нас, конечно, комитет по бюджету и налогам. Симоновский Леонид Яковлевич заместитель, он был и остается там. Комитет по экономической политике, промышленности, предпринимательству. Первый заместитель, председатель комитета Гутенев Владимир Владимирович, туда же вошел Бог Владимир Владимирович. Но он представляет автоваз, и не войти просто было бы непорядочно. Комитет по транспорту и строительству вошел туда Серпер Евгений Александрович. Председатель комитета по обороне Шаманов Владимир Анатольевич. Комитет по делам Содружества независимых государств Калашников Леонид Иванович. Комитет по федеральному устройству вопросам местного самоуправления казаков Виктор Алексеевич. Надежда Борисовна Колесникова вошла в комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Для нас это очень важная ситуация, потому что она знает образование. И в этот случай как раз мы ее там, ну комитет по аграрным вопросам Станкевич Игорь Валентинович и Дегтярев Михаил Владимирович, это комитет по физико-культуре и спорту, туризму. То есть вот такое распределение всего. Ну, а все-таки работа предстоит серьезно, и срок достаточно большой. Какие чаяния, надежда, вот лично вы, Игорь Станкевич, возлагаете на работу в Государственной Думе? На то, что мы сумеем добить серьезных изменений в самой структуре законодательства Российской Федерации, это важный вопрос. Потому что сегодня выравнивается очень многое. Видны ошибки. И президент на встрече, когда он собирал у нас 30 кандидатов еще в Государственную Думу, 30 человек всего было, он говорит, вы должны услышать людей, что они вам сказали, и понять, где не работают законы. Понимаете, что сказал президент? Где они не работают. Это очень важный момент. Вот почему я говорю, что изменение структуры даже законодательства. Это, наверное, будет принципиально важно. Второе, защитить наших людей от той ситуации, которая сегодня существует, поддержать наше государство, ну и развить Самарскую область. Ну что же, заключительное слово предоставляю вам для обращения к телезрителям. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые телезрители, большое спасибо всем тем, кто пришел на избирательные участки 18 сентября. Вы сделали самый главный выбор. Вы поддержали свою страну, потому что выборы сегодня – это защита государства. Я уверен, что на следующих выборах придет еще больше людей, и нас будет не 10 человек, а 15-20 в Государственной Думе. Спасибо всем успехов. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в передаче. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Благодарю вас. Удачи и поздравления. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!